Важнее всего погода в доме. Так кажется, пелась в популярной отечественной песне «Начало нулевых», но еще важнее, чтобы этот самый дом был в принципе. Те, кто внимательно следит за ярославским хоккеем, хорошо знают, что в последние годы главным инфраструктурным проектом клуба является возведение нового многофункционального спортивного комплекса на проспекте Фрунзе. Нам посчастливилось побывать в самом сердце будущего дома локомотива. С этой видеоэкскурсии сегодня, пожалуй, и начнем. Грандиозная стройка локомотива была запущена в таком же, как и сейчас, осеннем Ярославле 2013 года. И вот спустя 25 месяцев можно увидеть очертания будущего дома нашей команды, где железнодорожникам будут предоставлены все необходимые и современные условия для подготовки к играм, медицинского восстановления, правильного питания и, наконец, проживания вместе с семьями. Это будущая арена, поместимостью полторы тысячи зрителей. Здесь, к слову, будут не только проходить тренировки основного состава, но и мы с вами будем болеть за молодежные команды Лока и Лока Юниор в МХЛ и МХЛБ. Подушка, на которой зальют лед, уже готова. Сейчас ведутся работы по отделке и установке вентиляции. А это восстановительный центр и чаши будущего бассейна, где можно будет проводить необходимые врачебные и СПА-процедуры. Рядом, по соседству, спортивный зал, который позволит практиковаться практически в любой игре. Мини-футбол, баскетбол, волейбол, ну и так далее. И именно многофункциональный спортивный центр «Локомотив» стал одной из ключевых точек визита в Ярославль нового главы российских железных дорог Олега Валентиновича Белозерова. Президент компании заверил, что дело, начатое еще его предшественником, Владимиром Ивановичем Якуниным, будет обязательно завершено, и новая база у Ярославского хоккейного клуба появится уже в следующем году. После подобной нашей экскурсии Олег Белозеров успел еще и поболеть за ведомственную команду в матче против Минского «Динамо». Мы эту встречу тоже увидим во всех подробностях, но чуть позже. Большую сентябрьскую неделю хоккея открывал матч, который живо напоминал 2003 год. Впервые с тех пор на арене 2000 в официальном матче сыграла юношеская сборная России. 12 лет назад, в апреле, такая же команда 18-летних завоевала на Ярославском льду бронзу Чемпионата мира. Напомним, что тот турнир открыл нам таких звезд, как Малкин, Овечкин, Антон Белов и многие другие. Кто знает, может и сейчас под началом Виталия Прохорова такие же будущие звезды. Приятно осознавать, что в нынешнем составе сборной сразу 9 воспитанников нашего клуба. Так что матч в Ярославле с полным на то основанием можно было назвать, если не двусторонкой, то уж дерби точно. В этот день мы решили внимательно последить за тренерским штабом и скамейкой локом. Все-таки для Дмитрия Красоткина это первый полноценный опыт руководства дружины по ходу всего сезона. Да и сама команда серьезно обновлена и перестраивается после бронзового для себя прошлого плей-оффа. Дмитрия Красоткина Отчетная встреча подарила максимум эмоций и несколько перепадов настроения. Отыгрывались, выходили вперед, позволяли сопернику удачную погоню, но в конце концов склонили чашу весов в свою пользу. Отдельно стоило порадоваться за одного из лидеров локом. В первом же матче после травмы Максим Рыжков забил сам и однажды помог это сделать партнером. Одним словом, Локо в этом матче и по ходу всей первой домашней серии показал очень добротный хоккей. Еще раз доказав, что команда не утратила амбиции быть лидером чемпионата МХЛ, а главные способности эти амбиции реализовать. Понятно, что без спадов не обойдется и нам стоит пожелать Дмитрию Красоткину и его команде большой удачи. Переходим к домашней серии главной ярославской команды. И тут справедливо вспомнить поговорку. Если стекло бьется, то это к счастью. Вот так и у нас. На разминке перед первым матчем игроки-магнитки в дребезги разнесли одно из оградительных стекол за своими воротами. Дмитрий Красоткин Лучший российский бомбардир Эры Кахел в родном городе. Чем не дополнительная вывеска к названию команд, которые, безусловно, являются грандами нашего чемпионата. Сергей Мазякин Ярославля забивает регулярно. Но в этот вечер не стоило забывать, что и под знаменами «Локомотива» есть коренные магнитогорцы. И именно одному из них, Денису Масалеву, удался результативный сломанный проход в первом периоде. Денису Масалеву Всего хотелось реабилитироваться за проигранные матчи на выезде. Не знаю, с чем это связано. Дом пока все получается. Я думаю, зрители поддерживают. Так что эмоций было кучу. И это придавало нам сил. На твой взгляд, какой момент матча оказался решающим? Потому что так показалось, да, что вот выход Мазякина 1 в 0 в первом периоде, да, мог где-то качнуть игру. Были еще какие-то ситуации, которые вот так со стороны смотрелись, ну, переломными. Ну да, этот выход, конечно, мог. Если бы они сравняли, я думаю, игра бы сложилась по-другому. А так, когда второй гол забили, мы раскрепостились и начали играть в свой хоккей. Просто не давали им шанса забить гол. Неудачный сольный номер Мазякина, о котором мы говорили с Масалевым, действительно стал отправной точкой активности локомотива у чужих ворот. Хозяева здорово комбинируют, нагнетают, но забить до перерыва еще они так и не смогли. Второй отрезок и вновь упущенный шанс гостями. Теперь уже Евгений Тимкин в большинстве промахивается по пустым из площади ворот. Не забиваешь ты и тут же срабатывает знаменитое спортивное правило, справедливость которого в этот раз подтверждает Егор Аверин. 2-0 и первый иностранный тренер, приехавший этой осенью в Ярославль, Майк Кинан, вынужден тратить свои железные нервы. Поздравление соперника, в принципе, они превзошли нас во всех компонентах и сегодня мы не смогли ничего больше поставить. Это редко было в случаях. Мы просто не имели инвестирование в игре, который мы обычно имели в этом году. При отставании минус 2 интригу мог спасти все тот же Мазякин, но его выстрел с ползоны в своей ловушке фиксирует Алексей Мурыгин, который на льду Арены 2000 в этом сезоне не пропускает вовсе. А гол в концовке, в оставленные кошечки на дворота и опять-таки от магнитогорца Апалькова из-под Ярослава Самазякина ставит символическую точку в этой встрече. На мой взгляд, раскрепощенности чуть-чуть не хватает. Я думаю, вот эта победа придаст нам силы, уверенности. А так бросаем вроде, ну что-то мешает, не заходя, да, есть такое. Но главное не опускать рук, работать, и я думаю, все получится, когда-то прорвет. Насколько уже удалось адаптироваться в Локомотиве, полностью себя почувствовал уже как в своей тарелке, или еще остаются какие-то нюансы там, да, где-то что-то не так, как в Динамо? Ну, не так, конечно, да, есть такие маленькие нюансы, но все проходит, так адаптировался, команда очень хорошая, дружная, все ребята поддерживают, уже сдружились со всеми, то есть все нормально. Пригретый теплым солнцем бабьего лета и положительным результатом любимой команды в пятницу 18 сентября Ярославль встречал первый международный матч сезона. Наш соперник – насыщенная родоначальниками хоккея канадцами «Минская Динамо». «Минская Динамо» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот здесь нам не пришлось прибегать даже к сложному монтажу. Камеры только-только начали работу, а Егор Аверин уже открыл счет. 25-я секунда – самый быстрый гол локомотива в этом чемпионате. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В иные годы зубры нередко огорчали локомотив в его стенах результатом. Но здесь, кроме жесткой игры, по сути, ничего предложить так и не смогли. В мясорубке первого периода досталось даже лайнсмену Дмитрию Сивову. Но к его чести, даже через боль, арбитр смог продолжить работу. Красивые булеты в перерыве от юных воспитанников школы локомотива заставили вспомнить о доморощенных кадрах и в основной команде. Вот тут-то и пришел черед Александра Полунина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главный дебютант локомотива текущего сезона за две с половиной минуты по ходу второго периода с минчанами практически сделал игру. Забросил сам, помог партнеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 2-0. Полунин с передачи Капустина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 3-0. Любушкин с передачи Полунина. Если вспомнить твою шайбу, ты дважды на среднем пятаке, так скажем, открывался и даже клюшкой там успел постучать, попросить передачу, наигрывали эту комбинацию или спонтанно получилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, в перерыве тренеры дали установку. Ну, то, что на дальнем пятаке всегда свободно. Ну, я отскочил, мне дали пас, я попал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так показалось со стороны, по крайней мере, что вот эта шайба раскрепостила тебя окончательно, и были еще моменты для того, чтобы и самому забить, да, и партнерам помочь, там, и передача получилась на Илью Любушкину. Насколько комфортно уже после этого себя чувствовал на льду? Действительно, там, оковы упали. Ну, достаточно комфортно стал чувствовать себя, раскрепостился, но все равно не расслаблялся, старался выполнять все задания. На третий период открытым оставался только один вопрос. Побьем ли свою норму результативности? Больше трех шейб в этом чемпионате локомотив еще не забрасывал, а здесь смог. Четвертую оформляет Денис Масалев. Четвертую оформляет Денис Масалев. Мурыгин сушит варенье всех и вся. Завершаем домашнюю серию, а вместе с ней и очередную серию характера Дерби по-взрослому. В арене 2000 – Нижегородская торпеда. Еще и месяцы не прошло с момента старта, а вновь всплыли в памяти впечатления первого матча, а вместе с ним и поражение от соседей по булитам. Надо было брать реванш. Но надо и возможно – это зачастую разные вещи. В этот день, впрочем, железнодорожники были заряжены как надо. Да и большинство сработало вовремя. Пашнин набросил, Аверин забил. 1-0. Не проходит и минуты, и гости у Селиме своего новичка Колганова отыгрываются 1-1. Счет 1-1 к началу второго периода сулил борьбу от ножа и дальше. Если бы не одно «но». Локомотив к тому времени из-за травм лишился двух основных игроков. Сначала с повреждением коленом выбыл Владислав Гавриков. А против «Эржиноватной» грубо сыграл Егоршев, ударив нападающего в голову. Дисквалификация. Но это только после матча, а пока даже не удаление. Дисквалификация. Своеобразное хоккейное перетягивание каната продолжалось вплоть до 48-й минуты, когда свой забег за победной шайбой начал Эмиль Галимов. 2-1. Минимальное преимущество команды как стимул для Виталия Колесника. Галкипер трижды подряд выручает своих партнеров. А на противоположной стороне площадки не заржавело за Галимовым. Дубль в пустые ворота. 3-1. Локомотив набирает 9 очков дома и отправляет нас ждать рандеву на арене с московским «Динамо». А вместе с ним следующую серию характера. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»